здравствуйте значит сегодня мы начинаем работу на втором этаже будем стелить пол вот уже подготовили подготовили ведь видите значит значит балки здесь и положили утеплитель но так как второй этаж как второй этаж утеплителя положили два слоя два слоя положили утеплителя причем значит вложили значит остатки вот видите вот здесь вот уже сами кусочки всякие а все что касается значит непосредственно близости к стене вот уличная стена уличная стена здесь мы положили уже не два слоя четыре слоя положили и здесь толщина где-то будет 25-30 сантиметров ну где 40 побольше где-то так но на первом этапе значит подготовительный этап подготовительный этап для этой работы что необходимо в пол положить значит вот во первых будем укладывать значит доска доска значит 28 миллиметров 28 миллиметров ну и ширина и и ширина и где-то сантиметров 12 но сейчас посмотрим так ну вот ширина и и значит если от края и до этого среза получается 11 сантиметров ну будем считать что 10 10 сантиметров значит в маленькой комнате вложил значит на 15 на 15 но она тоже хороший такая же 28 доска но многие доски многие доски попадались они немножко так полумесяца решил взять значит поуже поуже посмотрим что из этого получится для того чтобы укладывать значит доску необходимо минимальное значит количество инструментов но начнем с того что от молоток килограммовый где-то наверно килограммовый молоток вот к линия к линии ну ряд там штук 6 наверно 7 клея 8 значит ну и соответственно здесь шуруповерты мы будем значит крепить ее саморезами саморезами вот видите саморезы самореза не у нас на сколько сейчас скажем но для 75 вот самореза на 75 ну и здесь шуруп еще шуруп у нас где-то наверно 45 так шурупы на 60 60 ну посмотрим тем и другим попробуем что лучше тема будем крепить каким образом значит будем крепить вот если посмотреть вот видите доску значит можно крепить ее как с одной стороны так и с другой стороны но от нас я лично креплю значит с этой стороны то есть вот видите где вот выступ идет берем еще будем засверливать засверливать и вот где-то вот под наклоном это мы где-то градусов 45 наверно будет вот так вот она будет крепиться крепится и будет нормально и будет нормально но прежде чем значит начать работать с доской мы значит уложим пароизоляцию вот у нас пароизоляция есть сейчас мы раскатаем закрепим закрепим и дальше посмотрим будем вместе с вами работать последовательно будет видно что и как мы будем делать работаем пароизоляции вот установили пароизоляцию выложили на сейчас начнем уже непосредственно укладывать доску сейчас мы замерили значит носку сейчас вот здесь обрежем а чтобы каждую доску не замерять вот одно обрезали вторую по ней заметили если надо нам чуть-чуть побольше поменьше уже можно будет ориентироваться и не надо уже разматывать длинную рулетку он а сейчас обрежем здесь разметим и будем укладывать первую доску здесь разница немножко есть допустим первая и последующая доска я начну когда укладывать сразу все расскажу положили пароизоляцию нас и сейчас приступаем укладывать значит доски вот первая доска первая доска сейчас мы разметили ее обрежем и обрежем и сразу же под на второй доске значит длину этой доски заметь разметим карандашом чтобы было нам проще каждую доску отдельно не размещать нет а для отдельно не мере но вот поедем так вот эти дожди сильно приведятся но сейчас посмотрим как она у нас подойдет не подойдет но в целом на при укладке до досок нужно где-то с каждого края поступать по сантиметру сейчас посмотрим если будет маловато то можно еще по обрезать но здесь укладывать еще ставим где-то около сантиметра на может так миллиметров 8 можно 10 не здесь той стороны сейчас посмотрим сначала всегда очень сложно почему потому что ну вот если видите здесь у сантиметр ну в принципе и там сантиметр и там сантиметр ну значит в целом значит нормально нормально значит можно эту длину по той доске отметить сейчас отметим и и уже начнем сразу же дальше работать если упрямо так трассу сюда уперли и эту доску поехали сейчас разметим положено туда можно было сразу думали что может еще придется обрезать а мы угадали так вот так вот раз два размещаем карандашик пока начнешь натаская всякие душа сдаши да ну ничего комната не такая большая значит вот так положили что проще нам было мы напилили маленький дощечек сейчас я их возьму вот значит от вагонки вагонка остался вот мы их и набили что мы делаем их сюда вставляем вот эти и вот уже сразу будет что будет этот сантиметр сразу же будет здесь находиться полос положим напротив каждой балки на крути в каждой блоке вот она сюда положим даже чуть-чуть жарковато потом можно где-то так еще положить но их полно полка как можно поставить она выделяешься кашу маслом не испортишь кашу маслом на против каждой балки обязательно ведь у нас еще получается и так наверно хватит видеть это вроде не считал а получилось как как раз так все положили на сейчас еще можно посмотреть расстояние расстояние одного края жарковато ну вот положили первую доску пока ее не крепили значит смотрим ну как говорится идеальных досок не бывает но это тоже не идеально это тоже доска не идеально получается что если посмотреть здесь вы видите вот здесь вот хорошо поджатая да а там немножко отошла что мы делаем мы сейчас вот здесь вот закрепим если он закрепит да а там клином немножко подтягиваем к стене и после этого начнем работать значит первая доска крепится у нас вот непосредственно вот здесь в край крепим мы ее да и соответственно здесь как вот два самореза ставим а каждую последующую доску уже будем только значит в один край крепить но сейчас есть закрепим пленки потом подтянем потом уже будем всю доску крепить сейчас протянем сюда электричество саморезу можно крутить не сверлеть но как говорится лучше маленько просверли вот просверлили просверлили после этого немножко зазинковали и крепим саморез вот он подтянул достаточно хорошо подтянул значит вот мы с этой стороны доски закрепили значит теперь тоже сам тоже та же та же самая картина только с торца него где-то под таким наклоном идет вот просверлили после этого зазинкования много не надо немножко совсем то что и здесь закрепляем уже его вот он подтянулся и следующая доска будет уже видите он мешать не будет ну как говорится все бы хорошо но доска немножко неровная мы сейчас подтянем к стенке подтянем к стенке после того когда подтянем значит будем дальше работать но с той стороны это сейчас это сюда все перетащим таким образом таким образом рулетки рулетки под рукой значит что делаем сначала закрепим значит упорную доску вот и балка так вот закрепили на уборную доску здесь поставили вкладыш вот этот который я уже показывал его вот точнее вот клинышками начинаем что подтягивать вот тянется еще тянется здесь еще свободно еще можно подтянуть вот здесь уже подтянулся увидите в принципе подтянулся можно еще немножко подтянуть вот все здесь уже все более-менее нормально значит после этого что мы делаем крепим ее с этой стороны здесь можно чуть-чуть убрать чуть-чуть убрать вот так если бы просто шуруповерт аккумуляторный может попроще как говорится проводов нет но зато и надо здесь заряжать так вот подтянули подтянули с этой стороны точно такая же картина вот не очень быстро не очень быстро но здесь вот кстати балка широкая широкая можно за счет по 2 саморезах ставить по 2 самореза ну пока ставим по одному но есть то же самое где-то поджимаем сейчас сюда как раз и снизу тоже наклон маленько так поехали так 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 то же если впадать получается здесь тоже впадай получается здесь тоже впадай получается ну вот в целом значит уже считаю что здесь она выровнена выровнена более-менее нормально и вот сейчас мы поедем дальше поедем дальше да и хотелось буквально одну минутку остановиться на клиниях вот чем положи угол тем как говорится легче с клиниями работать вот данном случае видите клинии вот такие где-то в пределах у меня видите 50 где-то 55 сантиметров 55 сантиметров значит из 50 доски и дел здесь получается у меня 8 а здесь получается 2 вот 8 на 2 хорошо тянет все можно потом комбинировать можно покороче допустим взять угол останется тот же допустим так вот обрезали где-то к стенке там еще что-то обрезали кусочек и этим к этим клином работы но еще сейчас клини пока здесь не нужны но здесь тоже очень просто видите вот кусочек досочки доски здесь вот вырезали как раз мы где вот протягиваем ее с доску здесь вырез саморезов раз поставили все ну так как первая доска первая доска здесь этого делать не надо закрепим первую доску а потом уже когда 2 бы ну в принципе очень просто очень просто когда вторая будет доска мы еще посмотрим а потом там в процессе нас просто просто интересует как себе поведет 28 доска значит в данном случае на данном полу но здесь вот расстояние между балками чтобы кому значит очень интересно здесь получается если по краю покрою по краю получается 50 сантиметров а по центрам ну 60 что десятка вот получается на 50 сантиметров но я думаю будет достаточно нормально поедем дальше здесь поедем дальше уже посмотрим такие пироги такие пироги так немножко забывается это поработать чуть-чуть рука все вспомнит будет все нормально я помню первый свой опыт по укладке доску досок значит приобрел где-то в 72 73 году как мы их гвоздями насквозь просто прибивали и было даже очень нормально но сейчас уже так никто не селит вот таким образом когда уже сантиметров 50 60 населишь уже будет проще не надо будет вот эту эту дужку с собой таскать ее так и не потащишь причем потому что она же есть прикручено как она не надо это но не надо нам надо столько супу столько шуруповерт это так так здесь желательно конечно угол наклона соблюдать вот такие пироги подтягиваются неплохо подтягиваются неплохо вот такие пироги дальше поехали не порвать чуть-чуть сюда так смотрим а вот сейчас попробуем и 2 как 2 будет смотреться так что почему я думаю что 2 ставить надо новое избежание чтобы полностью не скрипел вполне скрипел так возможно и 1 хватит даже даже много вот вот видите получается в потай все следующий ряд следующий ряд уже будет очень хорошо вставать едем дальше так вот одну доску закрепили сейчас поедем вторую сейчас ее уже обрезали положили посмотрели значит а по краям нормально соответственно там точно тоже так но сейчас гляну на всякий случай так вот видите тоже хорошо встава значит последующую доску можно начинать хоть с одного края хоть центра хоть другого края ну вот может можем начать сейчас уже с центра центра подожмем а потом дальше пойдем в один край в другой край сейчас попробуем таким образом сделать значит что сейчас сначала уберем вот эти шуруповерты все сейчас вот что я уже говорил начинать всегда хуже когда уже будет застелено где-то хотя бы сантиметров 50 метров можно уже все это все эти доски складывать просто на них ну вот доску сейчас поставим сюда вот таким образом сейчас вот раз посмотрим по балкам вот здесь вот так вот эти балки после этого что смотрим вот упорная досечка вот она упорная досечка идет ну вот к примеру где-то в центр вот это да сюда поставим упорную досечку ставим так она не очень идет не очень идет упорную досечку можно рассчитывать на две доски но в данном случае будем делать на одну на одну доску на одну доску После этого берется два клина. Клин оставится один напротив другого. Вот так вот. Раз. Вот так вот поставили. Вот видите, да? После этого. Раз. Вот. Поставили, да? И здесь вот ставим саморезы. Раз, два, три, четыре. И соответственно дальше так же. Сейчас закрепим саморезами это дело. Закрепим саморезами это дело. Значит, кто-то вместо клиниев использует струбцину. Прижимные приспособления всевозможные. Но я тоже когда-то раньше с клиниями стелил. Потом, значит, думаю, да, тоже сделаю себе струбцину. Но в принципе сделал струбцину, но мне струбцина не понравилась. Струбцину не понравилась. Ну, клинишка можно затянуть очень сильно. Очень сильно. Здесь можно по одному саморезу. А вот на краях доски по два. Так, сюда это возьмем. Так вот. Так вот. По два самореза. Это шуруповерт начинает барахлить. Ну, вот это сколовский саморез, шурупеты так и неплохие, но кнопки слабоватые. Кнопки слабоватые. Не очень они мне нравятся. Вот здесь вот по одному, а на край доски по два. Смотрит и будет все хорошо. Ну, подготовительная работа всегда долго идет. Вот таким образом. Раз, два, три. Во! Закрутил. Называется. Ага. Сейчас еще поломаю. Закрутил. Ну, говоря по саморезам, говорю, черный саморез, да, бывает, что отрывается. Голова, голова бывает отрываться. Но в данном случае нормально пойдут. В данном случае пойдут. Вот так вот значит упорную доску закрепили. После этого, после этого берем молоточек и весело начинаем ее прижимать. Ну, посмотреть, чтобы, значит, вот вместе соединение, чтобы ничего не было. Как это соединение невозможно. Так, сейчас посмотрим. Видать, я немаленько переборщил. посмотрим сейчас. Ставим, посмотрим. Так вот. Так вот. чуть-чуть не попало. Сразу не пошла. Тоже, когда начинаешь прижимать, надо смотреть, чтобы именно в шип оно попадало. Ну, и вот с этой стороны тоже. Таким образом. Ну, вот видите, вот здесь уже в целом значит, все уже прижалось. Достаточно хорошо. Здесь немножко отошло, немножко отошло. Но это уже в следующий раз уже будет прижиматься. Вот. Очень хорошо. Вот плотно. Клин, клин, это клин хорошее дело. Так. Так, смотрим, вот проверяем, на балки мы попали. здесь попали. Очень сильно, очень сильно тоже тянуть не стоит. Хотя сильно тоже сильно. Ну, так вот, чуть-чуть подбили, видите, уже щели нету, значит, все хорошо. То есть, можно начинать крепить. Ну, крепим, как и первую доску, все то же самое. Ничего нового нету здесь. Таким образом. Даже вот так наклон. Вот так вот. таким наклоном и маленькое ринкование пойдет. Маленькое ринкование пойдет. Так вот. Опа. Так. Ну, пока все падает. Решили все же по два. Сначала хотели по одному, только гвозь. Так вот. Установили. Можно здесь оставлять, дальше идти. А можно просто здесь допустим, этот убрать. Клин убираем. Очень просто так вот. Вот. Здесь уже соединение осталось нормально. Дальше ставим, дальше поехали. Таким вот вот образом соединяем. Можно в нескольких местах сразу соединять. То есть, вот, клин забили, допустим, здесь вот, забили клин. Ну, и забили клин дальше через один. Таким вот образом. Так, чуть-чуть. Вот так вот. Вот. Ну, здесь уже в целом-то оно почти нормально, но еще подтянуть не помешает. Ну, вот видите, вот уже хорошо. И здесь так, все. Вот уже сейчас соединился. Ну, когда соединяем, здесь тоже смотреть надо, чтобы нормально было, чтобы в шип оно хорошо шло. Таким вот вот образом. И поехали дальше. Смотрим к доске где-то вот здесь вот. Ну, наклон решили все же вот такой делать. такой наклон. тут же здесь можно скоро будет ложить на доску все наши прибамбасы. И будет повеселее. Так. Так. И таким образом поедет. Опа. Так. можно помельчить. Такие вот дела. Вот. Сложностей пока никаких нету. Ну, то, что доски немножко неровные, но это чушь. И так всегда бывает. И доски, кстати, я не выбирал, вот какие первые попались, такие и взял. Если там какие-то будут немножко бракованные доски, тоже ничего страшного. Потом в процессе можно заделать. Заделать. Так что так вот и работаем. Смотрим, чтобы брус здесь ставим. Это значит прижимы. Прижимку. Хотя я здесь этих штук напилил наверное штук 5. Штук 5, но лишнее не будет. Лишнее не будет. Вот таким образом. Так. Нормально, стянулся. Там мне побольше придется немножко потянуть. Таким вот таким дела. Так вот. Так. 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 дела. Так. Такие Единственное, что, ну, конечно, не очень быстро, не очень быстро. Но при этом, значит, сверху ни гвоздей, ни саморезов, ни шурупов нет. Это положительно. Ну, видите, длина доски уже сейчас закончилась. Мы сейчас туда пройдёмся до конца длины доски, а потом уже передвинем туда-сюда. Вот такие пироги. Сюда можно уже ложить. Сюда можно уже ложить. Такие пироги. Так что продвинем сюда. Сюда продвинем. Вот сюда продвинем. Сюда продвинем. Так. Такие пироги. Клин, кстати, штучком. Долго, наверное, не протянет. Ну, сколько протянет у нас ещё есть. Так что, смотрим. Попали нормально. Попали нормально. Попали нормально. Так что. Попали нормально. Раз. Здесь немножко несовпадение, наверное. сейчас возьмем ударим на раза два она интереснее смотрелось можно ударить раза два тоже все что ударяешь надо подкладочку ставить но там видите чуть не совпадало ударили все встало на место но сейчас у нас что получается сейчас есть вот доска закреплена сейчас мы три не снимем вот здесь вот еще протянем и потом уже останется влево вправо значит в одну сторону в другую ну вот таким образом не спеша можно стелить вот так вот значит соответственно сюда поставим дужку сюда я говорил что можно допустим если кто желает допустим не так часто клин клиними тянуть но потянули в трех местах и хватит свое время свое время когда вот я начинал только первые свои доски стелить делали следующим образом набрасывали где-то 45 досок после этого стягивали 5 досок и сверху гвоздями прошивали очень быстро очень быстро но качество конечно соответствовало вот таким образом мы работали опа в отдел струи сейчас маленько все поменялось так что будем делать таким образом что за кадром хорошо пошел все передвигаем доску лишь все ну вот уже пришли значит подошли краю край доски значит что здесь сделать чтобы было очень удобно и хорошо значит ее подтянуть потянуть что делаем вот видите вот ставим вот нашу упорную доску поставили да но здесь смотри дальше на не идет уже значит ставим клин ведь его клин поставили сюда синкве поставили и смотрит таким образом закрепляем чтобы он ну что будем дальше чтобы он закрепился что можно было его подсунуть вот ведь вот такое расстояние все и после этого что делаем берем крепим эту доску упорную будет очень просто и хорошо вот уже берем настой и клеток потом это все дело снимаем и повторяем все заново вот эти хорошо пошла хорошо пошла хорошо пошла вот так вот и здесь теоретически может быть может по одному самолету ставить но это я не испытывал это не по два ставлю все вот и теперь после этого что делаем что это можно упереть сюда в край доски и вот подтягиваем и главное что главное чтобы не попасть не попасть сюда в балку чуть-чуть повыше сделаем вот так вот вот она пошла вот она уже уже подтянулась уже подтянулась она здесь по большому счету да и здесь уже не надо ничего склинивать а здесь уже хорошо здесь вот сейчас сначала один саморез поставим потом это дело разберем и поставим второй вот поехали таким образом так 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 внизу доски то нет у нас вот так чтобы удобно так вот любалку но где-то так здесь кстати край здесь край здесь можно смело вот так вот самореза сейчас ставить пошла на все равно будет закрываться чтобы закрывать можно и ставить а может папа можно и поставить вот так вот раз два три крае можно и поставить тем более балка на вот она стоит но мы не будем уже не будет как вы же идет все закрепили теперь что теперь проблема как его разобрать это проблема на здесь гвоздодером убираем вот этот крин при помощи гвоздодера и другого клина вот видите раз еще продвигаем об все готово очень просто и хорошо так этот урали цеха цифра ли ну еще можно еще потом поставить еще ну поставим сейчас здесь еще под еще один клин забьем здесь она в принципе уже хорошо но еще раз собьем еще потянем что поплотнее было все поплотнее было очень хорошо будет и все вот так вот таким образом можно сказать что все нормально так ставим таким образом можно не досверливать чуть-чуть таким образом и с этой доской останется с той что тут в том конце еще перебор чуть-чуть перебора так хорошо ну и здесь можно еще один саморезик все решили по 2 по 2 покрепче будет так показалось что кривой пойдет снимаем эту доску если использовать одни и тоже доски в одни и те же места засверливать то есть не закручено шайбу покладывать это вот и все переберемся на эту сторону вот уже работа подходит к завершению здесь осталось реально будет раз два ну три-четыре доски три-четыре доски так и точно отходит ну и четвертая немножко вот поставили ставили на два самореза двадцать восьмая доска стало очень хорошо очень практически нигде не прогибается скрипит очень сильно на данный момент она не скрипит очень хорошо очень хорошо стало ну и фактически щелей нигде нет сейчас доделаем ну сегодня я думаю может быть сегодня или уже завтра заходим с работы завершим и будем подводить итоги вот мы подходим к завершению укладки полов здесь вот особенность такая начало очень просто но вот и завершение тоже в принципе не так сложно но здесь одна особенность есть вот видите да едет предпоследие доска впоследствии доску когда мы вложили здесь вот расстояние получается небольшое здесь можно таким образом это дело обыграть нужно делать допустим вот значит прижимные такие палочки но можно их поуже сделать да и делать дополнительные соответственно клиния такие большие клея уже не пойдут нужно более маленькие клея ставить то есть по толщине чтобы они были меньше или же можно использовать обычный наш любимый лом то есть каким образом он берет вот так раз этот же палочку поставили клин поставили упор в стенку и прижимаем но единственное что здесь уже нужно два человека или здесь распор поделать за ту стенку вот эти доски мы значит ставим на саморезы то вот предпоследнюю доску поставили на гвозди поставили на гвозди чтобы удобнее заливать вот и немножко изогнули немножко изогнули и очень хорошо значит забили вот сейчас работаем с последней доской то в последней доске в принципе тоже особых проблем нету особых проблем нету каким образом мы значит поступим вот кстати доска то на обязательно конечно более ровную поставить но взять эту доску она немножко изогнута если бы была бы ровная доска можно просто с одного края замерить и с другого края заверить по нитке отбить его и лишнюю убрать а так как она не такая ровная придется делать несколько замеров что будет создать более удачно получится таким образом можно добавлять ну вот взяли допустим взяли обычную палочку взяли здесь расстояние у нас получается сантиметр и вот мы это расстояние берем можно взять немножко поменьше немножко поменьше да почему потому что еще леда будем пилить значит 3 миллиметра уходит ну и если допустим мы немножко ошиблись немножко ошиблись то что можно это дело подставляем ну вот значит берем и вот здесь отмечаем вот так отмечаем вот отметили вот здесь здесь значит будет приятки дальше проходим дальше пошли дальше пошли Постояние побольше пошло. Разметим, потом лишнее уберём. Но этот обрезок тоже нам пойдёт. Дело на первом этаже. По нервам гораздо больше. Вот, отмерили. И вот сейчас этими кусочками отметьте, где его можно пилить. Пилить можно, конечно, лобником, на циркулярке. Всё, что есть под рукой, все можно пилить. Таким вот образом. Конечно же, было бы хорошо, если бы носка была более ровной. Ну, как говорится, взяли эту. Ну, в принципе, взяли, почему? Потому что вот эта, здесь хоть выбор, говорили. Немножко сколы есть. Так, чтобы хорошую сюда взяли. И это куски получается около метра. Каждый метр, где-то около метра. Вот это. Вот это. А, получается уже. Немножко полумесяцом от околения получается. Ну-ка, потому что доставим немножко неровно. Всё. Значит, пилить будем на циркулярке. Здесь просто циркулярка вместо поставить маловато. Класс. Попробуем, чтобы выносить доску на улицу и там распиливали. Куда больше. Вот сейчас попробуем. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok DimaTorzok